МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Краснодарский край – это крупнейшая на юге России межэтническая организация. На сегодняшний день включает 28 общин. Все они изучают свои языки, культуру, обычаи, традиции, танцы. Как с ними строит сотрудничество Департамента внутренней политики региона, обсудим прямо сейчас. Выслушаем мнение Сергея Мозгового, заместителя начальника управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями Департамента внутренней политики Краснодарского края. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, Департамент внутренней политики региона участвовал в круглом столе, о котором мы говорили, на тему поддержания межнационального мира и согласия на Кубани. Чем вызвано проведение вот такой встречи? Вы знаете, такие встречи очень важны в те моменты, когда обостряется общественно-политическая ситуация, международная обстановка в ближайшем зарубежье. Даже не в нашем регионе? Даже не в нашем. Потому что, вы знаете, те государства, которые находятся недалеко от России и представители которых традиционно проживают на территории России, они влияют. И те события, которые происходят. Мы понимаем, что сейчас обострились события в Закавказье, обострилась общественно-политическая обстановка в Белоруссии. Кроме того, на территории края проходит предвыборная кампания. И некоторым не совсем хорошим заинтересованным силам важно разобщить население нашего региона по национальным квартирам. Использовать этнический фактор в дестабилизации обстановки внутренней на территории региона. Поэтому мы с целью профилактики, предотвращения конфронтации ситуации, проводим такие мероприятия с лидерами национальных диаспор и общин, с активистами, общественниками, мнение которых важно для большинства населения региона. Кроме этого круглого стола, какое внимание в департаменте внутренней политики региона уделяют взаимодействию? Как строится рядовое будничное общение у вас с национальными общинами? Вы знаете, в положении о самом департаменте есть задачи реализации государственной национальной политики. С этой целью создано подразделение, которое занимается взаимодействием с национально-культурными общественными объединениями. И этим подразделением осуществляются ежедневные контакты с лидерами национально-культурных общественных объединений, с лидерами диаспор и общин. Ежедневные? Я не ослышалась. Да, ежедневные. Я сегодня встретился с тремя председателями национально-культурных общественных объединений. Еще был звонок на вечер, запланирована еще одна встреча. И таких встреч бывает достаточно много. Где-то одна, где-то две, где-то пять встреч. И не обязательно националы приходят к нам в администрацию. Мы приходим к ним, мы участвуем в мероприятиях. Во всех заседаниях Центра национальных культур принимают участие представители Департамента внутренней политики. Кроме того, нас приглашают на крупные национальные мероприятия, в общины, диаспоры, не только в Краснодаре, но и в другие города. Мы принимаем в них участие. Соответственно, мы приглашаем лидеров национальных диаспор и общин на наши значимые региональные мероприятия. И они принимают в них активное участие. Вот сегодня вы сказали о нескольких встречах. Вы как представитель Департамента внутренней политики. Если не секрет, о чем шел разговор? Это же рабочая встреча была. Последняя встреча была с Василием Чамановичем Чанбой, председателем Центра национальных культур. Мы обсуждали деятельность Центра, которая как бы не закончилась вчера на мероприятии. Завтра председатели Центра национальных культур выезжают в город Крымск, где встретятся со своими коллегами и поделятся опытом. А послезавтра в Краснодар переезжает значительная делегация. Это 40 человек из республики Абхазия. Это как раз общественники, националы, лидеры молодежных национально-культурных общественных объединений, которые проведут большой семинар, а в субботу познакомятся с достопримечательностями нашего города Краснодара. А семинар для кого и как в этом участвует Департамент внутренней политики? Семинар проводится в рамках реализации президентского гранта, который выиграл в прошлом году Центр национальных культур. И Центр поставил на грант свою программу «Краснодар-Сухум. Территория сотрудничества». В рамках национальной дипломатии запланировано улучшение взаимоотношений между Республикой Абхазии и Российской Федерацией, в частности Краснодарским краем. На основе добрососедства общественных связей. Потому что Кавказ – это всегда не только официальные связи, но и общественные. Они иногда бывают больше и значимее, чем государственные. Потом уже государственные соглашения заключаются. Сначала общественные связи. И вот чтобы такие общественные связи начали заключаться, при поддержке департамента Центр национальных культур реализует свою программу. А департамент уже в рамках поддержки помогает Центру с предоставлением безвозмездных помещений, с предоставлением специалистов для проведения тренингов, семинаров, с информационным обеспечением и другой помощью. А вот эти семинары от абхазской стороны, от абхазской делегации, для кого они? Как можно туда попасть? Туда попасть? Это узкая какая-то, закрытая история? Знаете, этот раз, да, это немного закрытая. Дело в том, что здесь повлиял ковид. Потому что более 100 человек мероприятия общественными организациями не проводятся. И это мероприятие было запланировано заранее, потому что это была программа, которая предоставлена на президентский конкурс. Пошла очень серьезный отбор, получила значительные средства. В начале марта представители краснодарских общественных организаций ездили в Сухум. Теперь представители Сухума приедут к нам. И закончится это все, я думаю, что в сентябре, большим массовым мероприятием в Сухуме, куда приедут. Это «Давайте дружить домами» из этой серии. Сергей Александрович, ну вот помимо рабочих встреч, давайте еще расскажем, как департамент, собственно, проявляет свою заботу, помогает национальным общинам жить, взаимодействовать, учить язык, учить танцы, узнавать кухню национальную. То есть вы содействуете в предоставлении помещений для того, чтобы, допустим, дети, греки изучали греческий язык и так далее. Вы знаете, департамент напрямую помещений не предоставляет. Но задача администрации Краснодарского края создать условия для того, чтобы не только, допустим, в больших городах Краснодаре, Сочи или Геленджике предоставлялись подобные условия, но и на всей территории края, даже в маленьких муниципальных образованиях. Поэтому в первую очередь мы создали систему. Это самое главное. В каждом муниципальном образовании, в каждой администрации есть заместитель главы, который курирует вопросы межнациональных отношений, и специалисты, которые этим занимаются. Специалисты проходят обучение. Вот в этом году у нас будут курсы повышения квалификации по межнациональным отношениям и государственно-конфессиональным. Кроме этого, ежегодно департаментом для заместителей глав и специалистов проводится обучающий семинар на Черноморском побережье. Это как раз осенью проходит, когда курортный сезон уже заканчивается, и там свободные площадки есть. И в этих мероприятиях принимают участие лидеры национально-культурных объединений края. Которые как раз на местах. Да, как раз на местах есть. Их со всего края собираем, и вот как раз вот эта встреча общая, обсуждение общих проблемных вопросов, решение этих вопросов, это очень важно. Семинар, это значит выступление спикеров, экспертов от департамента в том числе. Да, от департамента внутренней политики. Кроме этого, это тренинги различные, это выступление лидеров национально-культурных объединений, это непосредственно взаимодействия, это выезды в национальные общины, как они действуют, это изучение лучшего передового опыта, допустим, объекта этнокультурного развития, муниципального образования. Но вот Сочи, это, допустим, объекты коренного малочисленного народа, причинноморских шапсугов. Объекты этнотуризма, которые ежедневно сейчас посещают более трех тысяч человек. Это лучший пример, да? Да, это один из лучших примеров, как помочь малочисленным народам не только сохранять свою культуру, но и развиваться, и приносить экономическую помощь краю. Ведь они не просят денег, они сами платят налоги. У них есть рабочие места, это самое главное. И при этом они сохраняют свою культуру, традиции, обычаи. Вот это, создать условия, самое главное. Кроме того, в каждом муниципальном образовании действуют комиссии по межнациональным отношениям, куда входят лидеры национальных диаспор и общин, и там обсуждаются с присутствием представителей правоохранительных органов, администрации, общественности. Самые злободневные вопросы находятся решения, и они обязательны для исполнения. Это тоже важно, потому что кто такие лидеры? Что такое площадки Центра национальных культур? Да это площадка между властью и обществом. Потому что представители общин, они свои наказы, свои пожелания, свои проблемы рассказывают своим лидерам. А лидеры имеют возможность практически в свободном доступе дойти до нас и правильно донести проблему. Мы уже совместно ищем способы ее разрешения. И это помогает... Сергей Сюшенко, одно из направлений круглого стола, который только-только завершился, это привлечь, вовлечь молодежь в такую тоже межнациональную жизнь региона. Как департамент это будет делать? Как увлечь молодежь? Вы знаете, у нас достаточно много различных программ, которые реализуются общественными объединениями. Департаментом реализуется подпрограмма гармонизации межнациональных отношений в Краснодарском крае. Это региональная политика и развитие гражданского общества. Есть такая большая государственная программа. В рамках этой большой программы есть подпрограмма. И вот как раз представители национально-культурных общественных объединений предлагают свои общественно-полезные программы, участвуют в конкурсе и получают госбюджетные средства на реализацию этих программ. Гранты, проще говоря. Да, гранты. И вы знаете, большинство национально-культурных объединений, вот как раз эти гранты используют на то, чтобы работать с молодежью. Потому что общаясь с лидерами национал, я уяснил, что вот как раз проблемы молодежи, их волнуют более всего. Особенно той молодежи, которая закончила уже не только школы, но и вузы. Тогда удачный пример реализации грантовой программы такой. Кому удалось что-то сделать? Ну, вы знаете, вот в прошлом году Центр национальных культур реализовал подобную программу. Первое, что он провел семинары-тренинги для молодежи в восьми муниципальных образованиях. Но это были кустовые, и они собрали весь край. Где общественники, молодежь встретилась вместе, обсудили проблемы. Там были найдены решения о том, что необходимо проводить не только старыми способами реализовывать государственную политику, но и новыми. Вот сейчас у нас проводятся вебинары. У нас есть, я у нас имею ввиду в том числе и национально-культурные объединения, потому что мы с ними непосредственно взаимодействуем. У них есть возможность через соцсети общаться с молодежью. Вы знаете, более 6 тысяч человек только в Краснодаре объединены в соцсети на национальной основе. Это было мнение Сергея Мозгового, заместителя начальника управления Департамента внутренней политики Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами. До встречи.